Он ведьмак, он знает, гнёт, истину один найдёт, и чудовищ всех он за день лишь убьёт. В прохождении смотри, вместе с Жека-Ведьмака пройди. Субтитры сделал DimaTorzok И что же было у нас в прошлых сериях? В прошлой серии мы опросили нескольких подозреваемых, в том числе Винсента Мэйса. Напомню, Винсент Мэйс это начальник стражи именно храмового квартала. Ну, я бы назвал его беднотный квартал какой-нибудь или квартал нищих, но тем не менее, он называется храмовый квартал. Мы опросили его, и он ненароком промолвился, что существуют некие склады, которые укажут нам пути к Саламандрам ближе. Он не хотел этого, а возможно специально, я на самом деле не знаю. Но нам нужно попасть туда ночью, так что нам перед этим нужно поспать. Но прежде чем мы пойдем туда, помните, мы говорили со скупщиком Краденого, Таллером. Он нам поведал, что где-то в таверне под Кублатым Мишков сидит игрок, который продал ему меч Берингара. Ведьмачий меч, он кричал нам, что это не меч Берингара ни в коем случае, но тем не менее, мне что-то подсказывает, что это является именно его мечом. Нам нужно найти игрока. Ага, вот. Хорошо, давайте спросим у него о мече. Серебряный меч. Знаешь о таком что-нибудь? А почему ты спрашиваешь? У меня нет времени на болтовню. Добрый господин, не прими за обиду. Где ты добыл меч? Я его выиграл у садовника, если я не ошибаюсь. У садовника? Я не могу найти этого садовника. Он ухаживает за садом в лечебнице лебеды. Угу. И так у нас след идет теперь к садовнику. Знаете, как испорченный телефон мы бегаем от человека к человеку и узнаем что-то новое. Но так как это одно из основных заданий, мы его будем постепенно выполнять так, как и дела с саламандрами. А сейчас мы, наверное, поспим. Показалось. А сейчас мы, наверное, поспим у трактирщика. Черт! Опять проиграл! Ладно, чего ты хочешь? Я хочу переночевать. Возможно? Я хочу отдохнуть. Свободная комната есть? Пять оренов! Без проблем, абсолютно. Хотя у нас не так же много денег, но тем не менее, это того стоит. Но прежде чем мы будем спать, мы можем поднять себе какие-то навыки. Давайте поднимем... Здесь у нас общение большое идет с людьми. Так что мы будем поднимать стальной меч, а не серебряный по уровню, потому что нам он пригодится очень-очень сильно. Стальной меч, напоминаю, он именно хорошо действует против сражения с людьми. Что это у нас? А, это отменить, понятно. Давайте мы прокачаем повреждения. Еще повреждения прокачаем. И второго уровня. Кровотечение я пока не буду открывать. Не вижу. Хороший скилл, но на данный момент не вижу смысла в нем. Хорошо. Алхимия. Мы можем чем-то заняться? Мы можем сделать нейтрализатор. Это основа. Кошка. Нам нужна ли кошка или не нужна? У нас на самом деле сколько? У нас две кошки. Не будем пока делать. Филин. Вот, филина мы сделаем. Филина одного мы сделали. На самом деле у меня настолько много всяких штучек, дрючек. А у меня нет к ним... Наверное, у меня нет просто основы алхимии. А именно белой чайки. По всей видимости, мне придется аж сделать белой чайки. Но у меня даже нет ничего под это использовать. Ладненько. Давайте поспим до ночи. И мы поспали. Это же так здорово. Так здорово. И у нас здесь могила. Это хорошо. Действительно хорошо, потому что могила является одним из подозреваемых. А мы его никак не могли выцепить. По всей видимости, он здесь сидит только по ночам. Ну что ж, поговорим с тобой, могила. Подразумеваю, что с такими людьми нужно говорить мягко и не грубяем, потому что они жутко не любят, когда над ними издеваются. Я был у Талера и нашел у него вещи того, кого ищу. И какое это имеет отношение ко мне? Они принадлежали ведьмаку. Как они к тебе попали? Мы их нашли. Твой дружок вляпался. Связался с Саламандрами. И второй раз нам говорится о болотах неких. Первый раз нам говорил о них Калькштейн. Где-то на пристани существует лодка, которая нас отправит на болото. Но на данный момент мы пока туда не будем отправляться. Что тебе нужно, волк? Ты когда-нибудь видел знак Саламандры? Я много чего видел. Следующий вопрос. Повидал, прожженный чувак. Нет проблем. Но я хочу узнать. Советую рассказать мне все, что тебе известно. У меня есть одно правило, которого я всегда придерживаюсь. Прежде чем перерезать чью-то глотку, я даю жертве один совет. Не надо мне угрожать. И я знаю, что говорю. Это не пустая угроза. Я должен поддерживать свою репутацию. Ну понятно. И я тебе верю. Мне нужно поговорить с тобой о Саламандрах. Для чего ты связался с ведьмаком Берингаром? А твое какое дело? Он был моим братом. Взгляни-ка на меня как следует. По-твоему, я похож на шлюху? Давайте не будем ему усугублять наше положение. Тогда с какой стати ты пытаешься меня поиметь? Даю тебе еще один шанс. Какое твое дело? Он был мне другом. Я подозреваю, что к его исчезновению приложили руку Саламандры. Ты плохо выбираешь друзей. Берингар связался с Саламандрами. Именно поэтому мы за ним следим. Как говорится, друзей держи поближе, а врагов еще ближе. Он пропал на болоте. Калькштейн нанял одного из моих парней, чтобы найти его. Но тот тоже исчез. Вот и все. Никаких темных тайн. А теперь проваливай. У меня куча дел. Твои люди напали на меня в лечебнице. С ума что ли сошел? Я послал туда своих людей, чтобы они вернули сюда одного из наших. Хм. Одного из наших? Что-то ты мне не нравишься. Ты вроде бы говоришь нормальные вещи, правильные, да? Которые указывают на то, что ты ни в коем случае не причастен с Саламандрами. Но в то же время ты сказал последнюю фразу, которая меня очень напрягла. Дело в том, что в лечебнице Лебеды лежал именно один из, скажем так, приспешников Саламандры. А на данный момент могила нам сказала, что они пришли за своим. Непонятно, что мне делать в этом случае. Но в любом случае у меня нет доказательств. Но я ему не верю. И почему я тебе не верю? Плевать я хотел. Веришь ты мне или нет? Выродок. Проваливай отсюда. В таком случае вышло недоразумение. Сожалею, что с парнями так получилось. Да уж. Жизнь не так, сука. Ты в конце еще и подыхаешь. А теперь убирайся отсюда. У меня еще полно дел. Доказательств у меня нет. Пока я оставлю тебя в покое. Спасибо большое. Но позволь мне не падать перед тобой на колени. Если найдешь этого Яведа, Я буду рад об этом узнать. Это же касается и его подчиненных. Если найдешь кого-то из его лизоблюдов, Я хочу с ними потолковать. Интересный диалог у нас вышел с могилой. Надо будет расспросить остальных других подозреваемых. А тем временем мы отправимся на склад. Как вы помните, в прошлой серии Винсент Мэйс нам сказал про склад, на котором могут находиться ламандры. Именно туда мы и отправимся. Сейчас. Так как сейчас ночь, как раз и нужное время, чтобы посмотреть, что к чему. Давайте сохранимся, потому что я на самом деле не знаю, что нас там может ожидать. Стой. Ну что ж, Геральт, Давай, идем исследовать склад, что же дровит нас за этой дверью. Евет и профессор исчезли, но лучше синица в руках, чем журавль в небе. Ха-ха-ха. Давайте, я не хочу его сейчас обвинять, давайте подыграем ему, давайте сделаем вид, что мы понимаем, о чем он говорит. Конечно. Видишь, бояться нечего. Ты тоже пришел не совсем один. А теперь сделка. Я ему не доверяю. Слышал он чертов убийцы, зарезал дюжину наших людей. Только давай не будем играть в игру, кто кого убил. Это в прошлом. А нас интересует будущее. Твое будущее, которое будет отнюдь нерадостным. И если Евет узнает, что ты его обманул, он точно узнает, если ты начнешь говорить. Перебежчик. Не пугай меня. Довольно. Где Евет? Где секреты ведьмаков? Говори, иначе я скормлю тебя крысом. Винсент, останови. Я ничего не знаю. Я был помощником у бухгалтера, у Саламандра. Евет мне больше не доверяет. Я не знаю, где он, и что он задумывает. Профессор? Я не знаю. Уехал. Чушь. Нужно тебя вдохновить. Ты обещал мне защиту в обмен на признание. Я клянусь могилой матери, я ничего не знаю. Останови его. Ты ведь страж закона, это убийство, а ты будешь просто стоять и смотреть. Нет, я пойду, пожалуй. К тому же я знаю, что ты имеешь отношение к убийству семьи Раймонда. Раймонда? Подождите. Раймонда, а не так ли случайно фамилия нашего детектива? Вот почему он перебрался на сторону добра. Ну, скажем так, стал на сторону добра, да? И помогает мне. Интересно. Интересный поворот, я этого не знал. Тихо. Общий бой. И понеслась. Ну. Они меня пытаются защемить. Одну я бошку срезал. И еще один. О, одни головы валяются. Какой ужас. Какой ужас. Так, ага, вот еще двое. Ты типа ловкий. Ну, ты силач, по всей видимости, ты с топором. Да. Мне нужно поговорить серьезно с Винсентом, потому что он как-то... А. Он как-то чересчур непонятно. Меня подставил, кинул, грубо говоря, да? Останки. Шкафчик. Буфетик. И вот здесь шкафчик еще. Золотце. Здорово. Выходим отсюда. Я не могу выйти отсюда. Я на какой-то вообще дичащей причине. Я не могу выйти отсюда. А, потому что не та дверь. Ха-ха. Потому что не та дверь. И хорошо, мы... Немножечко так... Стражник с факелом. Заверно было подписывать с факелом? Такие, как я, несут людям свет надежды в эти страшные темные времена. Хм. Интересно. Что ж, мне могила на самом деле не нравится. Ужасно просто не нравится. Мне надо покрыть с Винсентом, но... Он... Его по ночам нету. Я прочел в персонажах. Мы можем здесь, допустим, вот, к примеру, здесь вот... Прочесть, какие персонажи к информации. Что я прочел. И о Винсенте Мэйсе написано, что... Люди говорят, что по ночам Винсент Мэйс нигде невозможно найти. С наступлением темноты капитан словно растворяется в воздухе. Где он бывает, я без понятия. Возможно, он как-то связан с саламандрами. Возможно, он просто где-то бухает. Ага. Кармен. Хочешь немного расслабиться, красавчик? Только немного. Но это уже от тебя зависит. И я открыта для предложений. Давай-ка поболтаем. Хорошо. Начнем с разговора. Но я рассчитываю на большее. У него такой голос. Что груша? Она сладкая и имеет определенную форму. Но попробуйте дать определение формы груши. Покажи мне форму. Не так быстро. Мы еще только познакомились. Давайте я переночиваю у него до утра. Надо же. До утра. Вот так вот. И мы поспали. Мы здорово отдохнули. И время поговорить с Винсентом. Что же он скажет в своем оправдании? Зачем он нас так нелепо подставил? Нам-то не состояло труда сразиться с этими вояками. С этими бандитами, скажем так. Но все равно зачем. А по пути мы, кстати, поговорим с садовником. Где же он взял меч Беренгара? И по всей видимости... Так, тут нет его. Вот садовник. Больничный сад требует особой заботы. Кажется, тебе нравится то, что ты делаешь. Нравится? Я люблю растения и хорошо их знаю. Но жизнь я провел в кровопролитии. Кровопролитии? Вот тебе у меня появился шанс на мир и покой. Ты был рыцем? Нечем тут гордиться, но я наемник был. А-а-а, наемник. Надо было как-то на жизнь зарабатывать. Только теперь уже это все позади. И я рад этому. Хорошо, где... А вот, про меч. Очень тщательно, но меня больше интересуют мечи. Серебряные. А я знал, что кто-то из вас рано или поздно придет. Ты проиграл его в кости, так ведь? Я был совершенно уверен, что выиграю. Берегись того шулера, он крепко играет. Рассказывай, где ты добыл этот меч? Пять лет назад была большая драка под Бренной, недалеко отсюда. Коротко говоря, наши показали Нильфгардцам, где раки зимуют. Только поэтому мы до сих пор не считаемся провинцией империи. Ты захватил меч во время битвы? Точно. Он принадлежал ведьмаку Кайону. Я с ним повстречался во время войны. Отличный парень. Мало таких. Только не слишком разговорчивый такой. Как и большинство из нас. Ну да. Я ему дал слово, что меч попадет в руки другого ведьмака. Когда он лежал и помирал, все шептал что-то про зубы и предназначение. Единственный из всех, кого я знал, смеялся над собственной смертью. А ты проиграл его в карты. Я его... Как не стыдно. ...пять лет. Я уж надежду потерял, что смогу вернуть его кому-то из вашей гильдии. Если хочешь еще чего узнать, Шани тоже его видела. Кайона. Теперь она в госпитале работает. Спасибо за помощь. Удачи тебе на пути. Объявление. Кости. Не будем. Остальные спрашивают, что ты можешь мне продать? У тебя только цветочки, да? Цветочки да еда. Ну что ж. Не нужно. Благодарю, но не нужно. Вот это возьмем. А так не нужно. Давайте зайдем в лечебницу. Там, по идее, должна работать Шани. Шани это старая добрая наша знакомая. И... Я не знаю... Может она что-то знает по поводу дела Саламандра. Геральт, тебе удалось выйти из тюрьмы? Да. Да, хотя это и было нелегко. Я слышала всякое о твоих похождениях. Я был занят. Вижу, ты работаешь в лечебнице. Именно. Борюсь с чумой. Не очень много времени остается на болтовню. Когда мы сможем поговорить подольше? Я сняла комнату в северной части города. Заходи после работы. Хорошо. Геральт, нам нужно поговорить. В чем дело? В лечебнице был кавардак. Несколько людей умерли. Это твоих рук дело? Извол объясниться. Я хотел допросить заключенного. Несколько громил попытались нас прервать и... Увы. Это их тела потом обнаружила стража. Мне это не нравится. Но я тебе расскажу то, что случайно услышала. Заключенного собираются переводить в безопасное место. Надеюсь, это поможет. Спасибо тебе, Шаня, за помощь и понимание. Всегда к услугам. Тут я спать не буду. Тут все-таки инфекция, хотя нам это не грозит. Как мы видим, заключенного убрали. Настиг Шаня в лечебнице, потому что ей нужна помощь. Давайте, да, давайте предложим ей свою помощь. Сейчас мы о ней позаботимся. Привет, Геральт. Привет, Шаня. Я иногда так скучаю по Аксенфурту. Мне нравится университетская жизнь, ее атмосфера. Ты всегда можешь вернуться. Нет, я нужна здесь. К сожалению, мало у кого такой иммунитет к болезням, как у тебя. Ты права. Я просто хотел поговорить. Только быстрее мне нужно работать. Может, чем-то помочь? Я могу тебе помочь. Твои умения тут не помогут. Если только нам не нужен будет кто-нибудь, чтобы прикончить безнадежных больных. Мы пока не смогли найти лекарства от чумы, но скажи, ты знал Русти? Не припоминаю. Жаль. Прежде чем умереть от чумы в Мориборе, он обнаружил, что некоторые травяные экстракты замедляют развитие болезни. Тебе нужны эти травы? Да, лучше всего подойдет Хербазериал, известная в народе как Ласточкино зелье. К сожалению, оно обычно растет в труднодоступных болотистых местах. Ага, вот и еще одна причина пойти на болото. Посмотрим, что я смогу сделать. Принеси его столько, сколько сможешь. Каждое соцветие на счету. Хотя бы пять побегов. Ясно. Ясно. Вот твои Ласточкино зелье. Прекрасно. Ты заслужил нашу благодарность. Мою и всех остальных. Откуда у меня Ласточкино зелье? Что такое комфорт по сравнению с таким отслуживанием? О, кстати, она нам может прочитать лекцию. Я предпочел бы услышать лекцию об анатонии. Или это другая лекция? Однажды я проводила вскрытие плавуна. Ясно. Мы все умрем. Ты выздоровеешь. Обещаю. Мы получили новое задание. Шаня, она нам дала задание найти пять растений. Это здорово. Мы ей дали даже Ласточкино зелье. Откуда-то оно у нас было, непонятно. Но это лишний повод пойти заглянуть на болото. Горожанка. И мы направляемся к Винсенту Мэйсу. Я его не вижу. Где же он? Где же Винсент? А, вот и Винсент. Как все прошло на складе после того, как я ушел? Быстро. Хорошо. Не будем к этому возвращаться. Признаюсь, я надеялся на большее. Ну что ж, на несколько бандитов меньше. Это был последний раз, когда ты так меня использовал. Я тебе не мститель какой-то. У меня не было выбора, поверье. Это больше не повторится. Даю тебе слово. Я так понял, ты хочешь продолжить расследование? У меня нет выбора. Официально я тебе ничем помочь не могу, но и мешать не буду. И с радостью выслушаю все, что ты раскопаешь. Да, я поговорю с тобой о Саламандре. Я хочу поговорить с тобой про Саламандр. Не обещаю, что что-нибудь тебе скажу. Кто-то рассказал Саламандрам о моем контракте на Кокатрикс. И что ты думаешь? А профессор был ли? Нет. Я не видел профессора именно тогда, когда нам сообщали по поводу контракта на Кокатрикс. Ну, давайте более-менее расположим к себе этого Винсента. Я не знаю. Потому что лучше держать врага поближе. Наверное, профессор. После того, как вы его выпустили, у меня нет на тебя времени, ведьмак. Разговор окончен. Ты выпустил профессора из тюрьмы. За него внесли залог. Таков закон. Закон существует. Для того, чтобы его обходить. Вот так. Я не говорю тебе, как ловить монстров. Вот и ты не учи меня, как работать. Я выпустил его, но не упустил. И где он? Но я не обязан перед тобой отчитываться. Ну, просто это бы помогло. по ночам встречаешься со своим боссом Азаром Еведом. Ты что, головой ударился, ведьмак? Почему я не могу проводить ночи в купеческом квартале? В купеческом квартале? Не, ну, вопрос второй. Ага, откуда у тебя деньги? На это деньги, на самом деле, глупый вопрос. Потому что всегда у высокопоставленных чиновников какие-нибудь или людей, поставленных на больших должностях, всегда существует свой запас денег, потому что это взятки, потому что разные там всякие вознаграждения и так далее. Так что, нет, просто понятно. Понятно. Доказательств у меня нет. Так что я подожду принимать какое-либо решение. Гора родила мышь. Какое сложное расследование. Какие потрясающие результаты. Сарказм. Аж прет сарказмом. Людители берутся за серьезную работу. Ну, по крайней мере, у тебя были благородные намерения. Если найдешь настоящие улики, приходи. Я дам тебе пару полезных советов. Хорошо. И нам остается только отправиться к нашему детективу. О, Золтан! А ты что тут делаешь? Ба, кого я вижу? Ведьмак! Золтан, хивай собственной бородатой персоной. Хе-хе-хе-хе. Тебя видеть. Тебе таки удалось пробраться в город, Гераль. Отлично. В Зиме всегда полно работы для ведьмака. А ты Золтан, как ты сюда попал? Мерзкие нелюди всегда найдут способ пробраться в дома людей, нарушить их покой, насыпать песку в жернова на мельницах и в шестерне на фамыке. Хватит язвить. Послушай, Золтан, я хотел кое о чем поговорить с тобой. Да, скажи, ты же краснолюд, по идее, ты должен знать о банке Вивальди. Ты ничего не слышал о банке Вивальди. Банке Вивальди? Вивальди теперь не имеет к нему отношения. О как? Да ладно. Ага, вот почему. Ненавидит людей, да, Вивальди-то? Теперь понятно. Но, скажем так, это его отстраняет от круга подозреваемых сразу же. Не имея доступа к банку, он не мог никак позволить оплатить выпуск профессора из тюрьмы. Так что, да. я ищу хорошо оплачиваемую работу. Говорят, на лодочной станции на болотах чудовище совсем расшалились. Все только и делают, что жалуются. Начиная с леса торговцев и заканчивая мелкими купчишками. Как ты думаешь, они готовы заплатить ведьмаку, чтобы тот избавил их от опасности? И с кем мне стоит поговорить по этому поводу? Обратись к Лео Вардену. Он рыбешка крупная, скупиться не должен. Ты найдешь его на пристани. Он следит там за погрузкой и ровно. Варден. Спасибо тебе. Спасибо, Золотан. Я подумаю над этим. Говори, что у тебя нужно. А больше ничего играть я с тобой сейчас не буду. И это здорово. Давайте знаете, что сделаем? Давайте отправимся к Калькштейну. Ибо именно он нам давал по идее квест на болото. Где же этот квест подозреваем? Подозреваем секрет Беренгара, секрет Зимы. Чтобы продолжить расследование, я должен завоевать доверие Калькштейну. Да? Вот, Таинственная башня. Я должен найти две книги для Калькштейна. А что это за книги такие? Антиквар. Угу. Мы можем найти две книги антиквара. По крайней мере, как-то выменять или купить. Вот этот антиквар. Надо посмотреть, что за книги нам надо купить. Нам надо купить книгу Айнсор Хаур и Врата Тьмы. Врата Тайны, извиняюсь. В чем дело? Что тебе нужно? Мне нужны книги. О, да, может, у него есть башня на болотах. Мне нужна информация о башне на болотах. Есть какие-нибудь книги на эту тему? Посмотрим. Да, в книге Альвара Врата Тайны упоминаются разные магические башни. А конкретно об этой башне есть что-нибудь? Да, кажется, ее историю он тоже описывает. В таком случае я ее беру. К сожалению, у меня ее нет. А где она? Я годами пытался убедить Галана Вивальди продать мне книгу, но он такой упрямый краснолюд. Попробуй сам. Может быть, тебе он продаст. А это будет затруднительно. Что-то в голове крутилось. А, наконец вспомнил. Была еще одна книга об этой башне. Слушаю тебя внимательно. Айнсов Аур. Алхимический трактат гномов. Его трудно найти, но один отшельник на болотах может кое-что знать. Благодарю за совет. Ясно. Две книги след одной книги ведет у нас к противному маленькому старикашке краснолюду, который тяжело будет завоевать его доверие, а второй еще того лучше. На болотах какой-то непонятный какой-то непонятный отшельник, которого хрен знает где вообще можно найти. А что вообще у тебя есть? Давайте посмотрим, что у него за книжки есть. Они очень дорогие, и я могу тебе продать вот эту судебную медицину, но я не буду ее сначала надо прочитать. Давайте прочитаем судебную медицину для начала. Итак, прежде чем начинать вскрытие, следует собрать как можно больше информации, которая позволит объяснить все оставленные на теле следы. Хорошо бы знать, кем была жертва и при каких обстоятельствах ее обнаружили. Следует допросить свидетелей и проконсультироваться с экспертами. Грамотно проведенное вскрытие дает почти столько же информации, сколько разговор с жертвой. Мы узнаем, когда и при каких обстоятельствах наступила смерть и что произошло с телом после нее. Мы также можем немного узнать о убийце и предмете, при помощи которого и о способе, который оно было совершено. Труп вскрытый скальпелем можно словно открытая книга. На самом деле очень плохая аналогия, да, открытый труп скальпелем и книга... И тот, кто подмечает все мелочи и тщательно проверяет все гипотезы непременно сумеет понять ее. Книга добавлена в голосариум. Вот и здорово. Мне вообще нужно насобирать книги и продавать их. Я хочу поторговать. Сколько ты мне дашь? 30 золотых за книжечку? Это здорово. Орнитозавры? Мне бы гули. Гули у нет. Растения, подземные растения, страхи, книга о проклятии и проклятые, болотные чудовища, полевые растения, судебная медицина, дорога откуда не возвращается, информация о кладбище. Вот. Вот это интересная книжечка. Мне на самом деле много надо книг покупать, чтобы управляться в миру. Но для этого мне надо достаточно много денег. Мне надо к мед торговец. Можно я тебе что-нибудь вкуда у тебя молоко? Откуда у тебя молоко? Сейчас карантина, я нигде не видел ни одной коровы. Ты прав, но я долго жил за городом и у меня есть свои секреты. Я не понял, ты себя что-ли воздаваешь? Фу, какая кадость. Но в любом случае я не хочу покупать у тебя молоко. Это вообще нет никакого попродаём всякие печенюшки, всякую еду, бутерброды. В любом случае это лишняя копеечка. Да, вот так вот продай всё абсолютно. Так. Не зря что-ли это всё воровал? Вот. Хорошо. Хлебушек продадим. Масло. Гусиный жир точнее. внутреннее сало. Внутри штифовочный камень или точильный камень для стального меча. Какой же мне взять-то? Штифовочный или точильный? Продать точнее. Это 20. Давайте вот эти продадём. Так. А ну брюсничку ещё. Черничку точнее. Всё. Я продал всё, что мог. Ты здесь лоточник. Или лоточник. Чем могу вам помочь? Чем ты мне можешь помочь? Какой прок от твоего товара? Ну если тебе самому не нужны украшения, то как же милые дамы? Это прекрасный подарок. Затрата вернётся старицей. Это я гарантирую. Возможно ты прав. Возможно ты прав. Я продам все кольца, потому что они на самом деле мне абсолютно не нужны. Они же ничего не дают. Абсолютно ничего не дают. Дают денюжку. Ой, у нас вообще замечательно поднимаются серебряное кольцо. Не нужно. Это точно нам не нужно. А янтарь. Хорошо. А, ну, красная шаль. Нам она тоже не нужна. Здорово. У нас 500 золотых оренов. Это здорово. Почаще бы заглядывать да продавать. И теперь мы можем спокойно купить какую-нибудь интересную интересующую нас книжечку. Мне нужна книжечка. Книжечка какую? Новейшая история. читали истории мира. Сказки и предания. Сопряжение сфер. Интересный труд. Посвященный знаменитому магическому катаклизму. Описанное появление монстров, происходящих людей, человеческих магий. Гомонстры, умери ведьмы. Понятно. Пророчество Этлины читали. Это читали. Основа магии читали. Видение магии. К этому вроде быть тоже читали. Дар Лары. Эфийская версия легенды о Ларе и Креген Нане. Креген Нане. Ну как-то так. Против нелюдей. Парфлет, описывающий заговор о подрывной и подрывную деятельности нелюдей на протяжении столетий. В этой книге много лжи, но есть и ценные информация о старших расах. Не будем себе этим на данный момент забивать голову. Трансмутации и метаморфозы. Культ религии нордлингов. Это мы кажется читали вроде или нет. Я не помню. Книга о животных. Небудин. Насекомые и другие паразиты зерикании. Что оживление неодушевленного. Научный труд описывающий магические способности создания големов. Нифига себе. Тут даже големы будут. Это будет интересно. Дорога. Откуда не возвращаются. Книга информация о кладбище. Интересно. Я бы купил. Полевые растения. Книга растений 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 растущих в районе Воззимы. Вот это бы я купил. Болотные чудовища. Бестриал описывающий болотные чудовища от опций плавунов и пиявок. Ну о от опций и плавунах мы знаем. Пиявок нет. Мечта дракона содержит формулу бомбы мечта дракона. Дериканская алхимия. В книге содержится описание достижений дериканских алхимиков. Вы также найдете формулу бомбы король и королева. А также кинфридского масла. Первый том научных работ это страх это каждое отдельное растение подземное растение энциклопедия минералов ритуальных растений болотных растений призраки привидений и проклятые души орнитозавры орнитозавры если не ошибаюсь это птицеподобные динозавры проклятие и проклятые и книга страха вторая часть я бы на самом деле взял бы две книжечки на данный момент это полевые растения в зиме и волотные чудовища да я возьму я беру их я беру их и я этому просто счастлив полевые растения книги описаны гольчатый мир черемирица ласточкина зелия белиса вороний глаз берберка грипп шибальцы приводятся способы получения алхимических ингредиентов из этих растений к сожалению это была зря затрата денег я думал что я новое что-то узнаю я просто потратил 200 оренов в никуда болотные чудовища бестрял дает описание болотным чудовищам утопцам плаванам и пиявкам здесь же приводится информация о способах уничтожения этих животных а также об алхимических ингредиентах которые можно из них добыть но по крайней мере мы узнали о пиявках давайте поговорим и продадим ему ненужные нам книжки вот эти вот эти мы читали ну много узнали 40 ну хотя бы 40 восстановим да 180 больше я пока не буду брать книги мне бы что-то обу геральт тезка все торговые пути перекрыты живые куры всего по три арена у торговца левардена типа глашатый наш милостивый правитель король фольтест а также городской совет рекомендуют запасаться продовольствием честным гражданам нечего опасаться ясно и мы пойдем к вивальде наверное и на этом закончим нашу серию потому что она довольно таки длится долго нужно сделать сразу такую знаете подчерк подчеркнуть линию того чего мы сделали в этой серии мы встретили золтана который указал нам что вивальде не причастлив абсолютно к сговору саламандра потому что он сам их ненавидит как говорится врага мой друг я надеюсь он придерживается этого принципа плюс мы узнали что винсент мейс тоже не особо хорошо относится к саламандру хотя он по ночам куда-то пропадает это довольно интересно что же еще все пути ведут на болото и в следующей серии скорее всего мы отправимся на болото но прежде чем нам отправиться туда нам нужно добыть информацию для калькштейна две книги одну из книг это точно где-то она на болотах как нам указал антиквар который скорее всего знает что говорит да где-то на болото вторая же книга скорее всего у вивальди злобного скряги ненавидящего все вокруг и мы в следующей серии для начала попробуем выманить у него эту книжечку а если вам понравилось и вы смотрите наш канал впервые то конечно же подписываемся на него пишем комментарии ваше мнение важно для меня ставим лайки а всем удачи до скорого и не сидите почему и нAC и и а и и и и Продолжение следует...